Привет всем! Меня зовут Сахалинец, вы снова смотрите мою рыбалку. Это вторая попытка открыть новый сезон ледостава в 2019-2020 годах. Дело в том, что ровно неделю назад, это последний день ноября и осени, мы с моим другом Кузьмой ездили на небольшое озерцо недалече от Нижнего Новгорода, пытались уже открыться, но тогда я потерпел фиаско. Дело в том, что был, во-первых, слом погоды, давление скакало, температура скакала, и плюс ко всему еще был чистейший лед, лед как стекло. Видно было, что по ним творилось, иногда проплывали рыбки полудохлые, но в принципе народу много, лед как решето, и, честно говоря, никто толком и не ловил. Кузьма выловил тогда около пяти хвостов, по-моему. Мне же посчастливилось поймать всего лишь одну сорожную. Да, размер был нормальный, но для открытия, честно говоря, этого маловато. Поэтому решил поехать на свое любимое озерцо имени Бакарди. И, Макс, если смотришь, большой привет. Я опять на этом озере в славной Вочине. Мне эти водоемы нравятся, попытаюсь половить на безмотылку, может быть, поблесню мелкими блесенками, в попытке поймать сорожку до окуня. А что к чему, смотрите в этом видео. Надеюсь, что здесь будет интересно. Ну что ж, дырки сделаны, выбираем снасть. Думаю, то, что начинать лучше с проверенных вариантов. Да, кстати, немножко модернизировал, точнее, ну, как компонул свой ящик, выкинул все нафиг удочки, которые экспериментальные были. Оставил только самое надежное. То есть здесь у меня коротенькие. Здесь положил подкладочку. Не знаю, для чего. Сделал вставку с прорезями под более длинные удилки. Ну, а начну я, пожалуй, с проверенного варианта. Быковка с латунным гвоздешариком. Если будет ловиться, то пойдем на какие-то новые эксперименты, на новые виды ловли. Вполне возможно, что это будет и блесна. Но пока что хотя бы что-нибудь поймать. Проводочка стандартная. Опускаем ко дну. И потом с трясочкой поднимаем вверх. Частота или как быстрота тряски, все зависит от того, насколько активна рыба. Сейчас будем искать горизонты и ту проводку, которая принесет нам удачу. Так, не понял. Вот это было похоже на поклевочку. Хотя вполне возможно, что заделся за водоросль. Хотел бы верить, что это рыба. Ну, давай, давай. Ловись, рыбка большая и очень большая. Опа. Да. Это был рыб. Ну, небольшая и очень большая Но все же Самый настоящий окушок Кстати, для тех, кто Любит говорить, мол, на платнике Ловится как в акварьме Вот это первый загиб старожка За, наверное, ближайший час На лунке Наверное, 30-й Так что не все так уж просто Как хотелось бы Но рыба поймана Не понял Опять что-то В проводочке какой-то сбой Опа! И кто-то заходил на том конце Ну, вот и первый сражняк Так же, как и окунь, сначала приклевывалась А потом взяла Не крупная, но Погода сегодня классненькая От нуля где-то до Плюс одного или, может, двух Но есть ветерок Временами он слабенький Чуть ли не штиль Тогда вообще прекрасно становится рыбачить А временами порывчики бывают Но, в принципе, для рыбалки Не помеха, я бы сказал Единственное, плохо, что Опять-таки В связи с потеплением Проставил и снег И лёв-то опять стал Прозрачным То, что рыба вполне видит Кто сверху шарахается И пытается её поймать Поклевочки неуверенные Еле-еле рыба Атакует эту приманку Ну, не приманку, точнее, мормышку Кстати, в своё время Вообще не верил То, что На безнасадку Можно ловить Вот что у неё там в голове То, что накидывается На этот латун шарик Причём Сколько не пробовал Различных Конечно, не претендую На звание профи Но На мой взгляд Именно латунный гвоздешарик Ну, в смысле Когда шарик вот этот же Жёлтенький Наиболее такой Универсальный он является То есть и плотвичка Может проскочить И окушок Вот Но иногда, конечно Выигрывают и А чё я балзар не хочу так Опа На паузе Господи, это что такое Ой, блин Да Крупняк Платника Да, да В принципе Моему беньки И такой сойдёт Как чипсы будет лопать Что-то дёрнуло Вот это точно было Не задев, а поклёвка Попробуем Чуть замедлить Пока Качание кивка Может быть Рыба не укололась И пойдёт На повторную Атаку Клюй-клюй-клюй-клюй-клюй-клюй-клюй Мазафака А может на активную игру будет Поклёвка Хрен его знает Чё ей там нужно Не, конечно Удобно Тем людям Которые рыбачат С камерой Сделал лунку Опустил подводный глаз Посмотрел Есть ли там кто внизу Или нет И тогда уже решаешь Продолжать ловлю Или нет А тут сидишь И думаешь Блин Есть рыба Внизу Нет рыбы Внизу Ну где-то там Так вот здесь Судя по бучкам И следам Кто-то сидел Может быть Здесь что-нибудь Поймаю Опа Эх По зубам По зубам По зубам Но поклёвочка Уже была Что-то рыба Вообще В этот раз Неактивная Вот уже Наверное Третий раз Кому-то Съезжу По зубам По губам То ли принюхивается Она То ли что Не пойми чего Опа Есть 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 Ох Хорошая сороженка Ну в отличие от того Что Ловится Конечно Это не Прикорно Но Более-менее Это интересно становится Именно её Я недавно Пытался просечь Или же Здесь ещё Кто-то есть Ловить Очень сильно Мешает Ветер Порывами Вообще Невозможно Сделать Нормальную Проводку Ух ты Ёлки-палки Здесь какая-то Глубина есть Ну во Может быть На глубиночке В какой-то Локальной Ямочке Собралась Рыбка Хотя Вот когда Выезжали В прошлый раз О которой Я рассказывал На пруд Какой-то С честным льдом Когда Шли К берегу Заметили То что Рыба Выскакивала Из-под ног Буквально Там где Расстояние Между Льдом И дном Было Ну буквально Сантиметров Пять Как она Как она Стояла Хрен Узнает Но факт Остается Фактом Мы прям Шли Из-под ног Целые Стаи Рыбьехи Причем Не плохой Только Плот Вырастекали Так что Попробую Угадай Где она В данный момент Находится На глубине Или на Более мелких Участках Все решается Путем Сверления Большинства Лунок И Облавливания Всех слоев Чем В принципе Мы И занимаемся Уиииии Уби Опа Иди сюда Сорожничокс Сорожничокс Вот смотрите Я нахожусь Вот буквально Возле берега А глубина Наверное Более Метров Полутора То есть классненько, видно по сейому, если где-то рядом идет бровочка И здесь может жить рыбка Причем покрывки случаются уже на первых проводках То есть если сделать там около пяти проводок И нету никаких поползовений со стороны подводных обитателей Можно сворачиваться и дуть на следующую лунку Чтобы сильно ветер не мешал Ноги вместе, как вратарь хоккейный Тем более я использую вот такие вот наколенники Правда сейчас они не нужны, потому что температура плюсовая Лед, вернее из лунки вода не замерзает, она остается вокруг лунки И поэтому с колена ловить кровь неудобно Так что приходится ловить с ящика Ну, ам-ам-ам-ам-ам-ам-ам Опа И еще одна Почему-то в большинстве своем начал ловиться сорожняк Хотя здесь и окушка ведь обычно достаточно много Ну вот Сорога-сорога, еще раз сорога Хотя хотелось бы и полосатика подрюкать малеху Опа Самосброс Не знаю, сработает фишка или нет Ну вот, находится рядышком кустик И теоретически Только теоретически Рядом должна находиться рыба А вот что будет практически Это сейчас мне и предстоит выяснить Я помню на валу, это когда жил еще в Ветлуге Было любимое место У озера берега тоже росла какая-то раскидовая херня Часть веток, которых была в воде И вот прям по зиме забуривался Залезая в эту шевелюру деревянную И неплохо полавливал мелкую сороженку Да, уклейку Трофеями, конечно, места не баловали Но Оттянуться по поклевкам можно было Ну, конечно, все это было Не там без мотылки А на опарыша, как правило, ловил Реже на мотыля Ну вот здесь что-то Такое перспективное место Но молчит Ну, следовательно, нечего тянуть кота за яйца Если они, конечно, у него есть Опа! Нет, все-таки Хоть одну тварь да вытащили На сегодняшней рыбалке Пока больше одного хвоста слунки Я не лавливал Ну, все то же самое Сорожка мелкая Неглубоко В смысле, недалеко от дна Никакого разнообразия Никаких бонусов И это, конечно, печально Были у меня здесь покимочки И хорошие платвы Но это было все как-то Разовая акция В основу такая вот Секлепизица Для кота Ну вот на этой веселой ноте Мой пауэрбэнк сказал Fuck you И просто-напросто сдох Это очень печально Потому как буквально На следующей лунке Выход толку не случился Небольшой, но все-таки Приятный и жаль Что это в фильме попало Ролик я заканчиваю Но продолжаю рыбачить С вами был Сахалелис Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok